АвтоВАЗ АвтоВАЗ И вот спустя 51 год мы собрали еще одну коллекцию, друзья. Это коллекция 2021 года, модельный ряд в 2021 году, что выпускает АвтоВАЗ. Началось это все чуть более трех месяцев назад. Это в Аханале, как я могу сказать, с приобретения Lada Vesta. Покупалась эта машина как служебная, недорогой, симпатичный автомобильчик. И это был такой спорный для меня вопрос. Думаю, может быть я пожалею, когда приобрету этот автомобиль, потому что все-таки ассоциации, наверное, у моего поколения, у людей, которые моложе меня, это с продукцией АвтоВАЗа, которая выпускалась в лихие 90-е, конец 80-х годов, когда заводу было очень тяжело. Даже моя первая машина новая, это 93-й год, ВАЗ-21099. Ребята, она ржаветь начала через год после приобретения. Хотя, я сейчас вспоминаю, никаких особых проблем с этим автомобилем не было. Да, она там шла ржавиками, но она ездила, выполняла 100% свой функционал. Купили мы Lada Vesta. На ней я за 2,5 месяца проехал практически 15 тысяч километров. И вы знаете, мне этот автомобиль очень сильно понравился. Сейчас многие будут писать, вот, ему проплатил АвтоВАЗ или Запорожский автомобильный завод, на котором сейчас в Украине выпускаются эти автомобили. Ребят, никто мне ничего не платил, верить, не верить, мне это личное дело каждого. Я говорю так, как он и есть. Эти автомобили все приобретены за мои личные средства. Никто мне ничего не платил, поэтому, друзья, я выражаю свое мнение без влияния каких-то там сверху финансовых структур. Автомобиль мне понравился. Что мне еще понравилось в Lada, друзья, это то, что на нее хочется поставить ту же самую корону, повесить кубики, поставить подушечки. Как-то ее сделать более уютной. И не потому, что она не уютная. Нет. Вы можете понять меня неправильно. Дело в том, что именно сам значок Lada, название даже не Lada, мне ближе как-то с Жигули, она подразумевает то, что я вспоминаю свою молодость, и когда мы хотели из вот такой вот копейки сделать что-то интереснее, как-то ее сделать уютнее. И мы начинали что-то только туда не вешать. И бахрома на задних стеклах, и шторки сами делали, и оплетки на руле с цветной проволоки. Мы ее тень наговали так, как мы могли, потому что тогда, в принципе, в те годы только начиналось кооперативное движение, потом уже как малый бизнес частный, который начал выпускать всякие примочечки. Сейчас наших кооператоров давно перебили китайцы, и на эти автомобили можно приобрести все, что вашей душе угодно, и сделать как-то самовыразиться на своем автомобиле, что-то сделать такое, чтобы у соседа не было такого, и чтобы ваша машина чуть-чуть отличалась. Потому что автомобиль действительно очень хорошо продается на территории других стран. Но в Украине он тоже начинает завоевывать свой рынок и свою нишу, потому что я приезжаю к дилеру в салон, и я смотрю, если я когда покупал Весту, она выпущенная в апреле этого года, 21-го, забирал я ее в конце июня, и эта машина стояла невостребованной. Сейчас такого у дилера вопроса и проблемы нет. Единственное, что наши люди все-таки, к сожалению, у нас страна небогатая, и доходы у людей не очень большие. И этот автомобиль ориентирован более как действительно народный автомобиль. И я, кстати, думаю, что очень символично то, что он выпускается именно на заводе Комунар в городе Запорожье. Точнее, собирается, не выпускается, а собирается. Потому что все-таки автозасп, он проектировался и планировался как завод, который будет выпускать действительно народные автомобили, всеми нами любимые запорожцы. Поэтому это запор Лада, или как там ее можно, кстати, излагайтесь в комментариях, как можно, какое нам можно придумать название для Лады, выпускаемой в цехах, там, где выпускался Запорожец. Она действительно занимает нишу народного автомобиля в Украине. И меня это радует, потому что действительно автомобиль недорогой для нового автомобиля. Автомобиль дает вам, в принципе, все блага 21 века. Понятно, нету там всяких там дистроников, но они по большому счету и не нужны. Я ездил на автомобилях с дистрониками, друзья, ну, я ему не доверяю, я им не пользуюсь. Зачем мне платить за то, чем я пользоваться не буду? Потом мы приобрели Ладу Ниву Тревел. На этом автомобиле мы тоже уже немножко покатались, вы его могли видеть, но тест-драйва пока его нету, потому что я хочу, ребят, проехать 3000, хотя бы 4000 километров. И потом мы начнем менять эту Ладу Ниву в лучшую сторону. Потому что все-таки Лада Нива Тревел это старая, добрая, знакомая Chevrolet Нива, которая выпускается с 98 или 99 года. Здесь провели изменения передней части автомобиля, а так это старая, добрая Нива. И будем так, положа руку на сердце, наверное, 50% узлов и агрегатов с этого автомобиля, это узлы-агрегаты старой, доброй, классической Нивы, которая выпускается с 1976 года. Поэтому с этой машиной мы будем работать. И вот, друзья, последнее наше приобретение это Лада Ларгус 2 Кросс. В максимальной комплектации, которая может быть только в Украине. Например, в Российской Федерации этот автомобиль продается с более богатым оснащением, увы, у нас этого нет. Но, знаете, как говорят в Украине, маемо шо маемо. Спасибо, что хоть есть это. Автомобиль у нас семиместный, белого цвета, не стал излагаться с какими-то цветами. Если, например, Нива что-то мне виделась вот в этот новый цвет Амазония, ладовский, мне он очень понравился. И, знаете, я никогда не был на Амазонке, в Южной Америке не был. Но я думаю, что именно вот так вот, заболоченные участки, затоки Амазонки, наверное, так и выглядят. Наверное, под это и называли. Цвет мне нравится. Друзья, но вернемся к Ларгусу. Потому что все-таки Ларгус главный герой сегодняшнего ролика. Мы его презентуем вам, что на проекте появился еще и белый Ларгус. Я проехал на нем буквально 170 километров. Автомобиль мне понравился. Понятно, я не хочу проводить аналогии с Нивой. Как я говорю, это старый, добрый, честный автомобиль. И у него другое предназначение. Ниву можно, знаете, как сравнить, как с военной техникой. Если танк, он медленный, у него большая пушка, у него огромная броня, он тяжелый, но он должен везде проехать, подкратиться к противнику и уничтожить его с расстояния 2-2,5 километров. Веста, больше я ее рассматриваю как автомобиль для трассы с небольшим количеством пассажиров. 2-3 пассажира, небольшое количество вещей. Ларгус, друзья, почему именно Ларгус 2? Во-первых, я его долго ждал. У нас выходят модели в Украине с запозданием где-то на 7-8 месяцев, чем в России. Чуть-чуть попозже идут они у нас, к сожалению. Ларгус, ребята, еще первого поколения я хотел купить раньше, чем Ладу Весту. Потому что именно это хороший служебный автомобиль, правда, не в модификации кросса, в исполнении кросса точнее. Когда я забрал этот автомобиль, я первым делом усадил туда всю семью. И мы поехали в Киевский политех погулять там в парке, были определенные мероприятия. Ребят, это действительно семейный автомобиль и он очень универсален. Вы можете его использовать на легком бездорожье, потому что у него 21 сантиметр клиренса. Все-таки это версия кросса. Клиренс на наших дорогах это немаловажный фактор. Это 7-местный автомобиль. Это универсал. У него поднятая крыша. У него распашенные двери, калитки, которые облегчают вам загрузку какого-то груза. Это элементарно складывается, снимается или складывается сидение. И это пирожок, минивэн, легковой автомобиль. Одним словом, это автомобиль на все случаи жизни. Двигатель у нас здесь стоит 1.6, коробка механическая, 5-ступенчатая. Но об этом и всем, когда познакомлюсь более ближе с этим автомобилем, я вам расскажу в тест-драйве. То же самое, как и по Ниви Тревел. Потому что, проехав на ней определенное количество километров, я, конечно, нашел в этом автомобиле очень много чего архаичного. Поэтому, друзья, скоро на нашем канале смотрите тест-драйв Лады Нивы, где я за что-то ее похвалю, за что-то поругаю. Ну, наверное, поругать мне ее придется за большее количество моментов, чем похвалить. Но все эти моменты будет съедать самые два главных фактора. Это доступность в цене и, ну, спорить с феноменальной проходимостью Лады Нивы, ну, смысла нет, это доказано десятилетиями, друзья. Кстати, очень знаково, в 1976 году у нас ровно 45 лет назад пошла Нива в серию. Это такой маленький юбилей Лады Нивы. Поэтому в 2021 году купить Ниву, я считаю, это круто. Это такой юбилейный год. Кстати, я не знаю, почему АвтоВАЗ не выпустил какой-то там Шилдик, знаете, как Тойота выпускает. Там 65 лет Лэнд Крузеру, там 55 лет Лэнд Крузеру. Тоже надо было сделать, я думаю, это было бы очень интересно и знаково. Но вернемся к Ларгусу. Ребята, пока про него много рассказать не могу, но это такой маленький симбиоз. И вы знаете, наверное, из этих трех автомобилей это более французский. Все-таки в основном в этом автомобиле с Рено Логан МСВ изменили переднюю часть, изменили кардинально салон автомобиля. О чем мы тоже поговорим чуть позже, в другом видео. Автомобиль стал более современен. Мне кажется, внешний вид у него стал более такой взрослый. Потому что поднялись крылья другие, фары другие, капот другой. Передняя часть полностью другая. И мне даже нравится то, что у нас опрыскиватели, или как в народе их называют, письюные обмыватели, перекочевали с капота под капот. Их не видно. Это, мне кажется, тоже придало такой какой-то своеобразный шарм этому автомобилю. Вроде бы мелочь, но приятно. Друзья, пока, как я только что говорил, говорить про него рано. Надо с ним познакомиться. Но мне машинка первое впечатление понравилась. Если, например, Нива Тревел, первые впечатления у меня были. Мама, не горюй, что я купил. Потому что все гудит, воет. Но мы с этим будем бороться. И, друзья, сейчас я расскажу и объясню, почему мы собрали практически автосалон Лады у нас на базе. Для чего мы их приобрели. Ну, первое. Нужен был автомобиль служебной хозяечкой, которой не жалко гонять недорогой. Доступный в запчастях, в обслуживании купили Ладу Весту. Ларгус, если честно, был, друзья, у меня... Было уже решение приобрести Ларгус. Потому что как бы он нужен. Нива была куплена, друзья, именно по порыву души. Вот честно скажу. И вот суммарная стоимость этих автомобилей, друзья, 44 тысячи долларов. Все три автомобиля. Все три автомобиля в максимальных комплектациях, как я уже говорил, которые продаются для украинского потребителя. За 44 тысячи долларов, я скажу, ну ты баран, блюд. Можно было купить, например, вот Ауди А8, которая у меня была, кто смотрит давно наш канал, стоимость ее приобретения была 50 тысяч долларов. Это на 6 тысяч долларов дешевле. Сейчас многие скажут, ну как ты ровняешь Ауди А8? Ребят, я ее буду ровнять мозгами. Начнем с того, что я получил три новых, а не один был автомобиль. Автомобиль это движимое имущество. Оно может сломаться, его могут угнать, его можно разбить. И ты остаешься, если она у тебя одна, без автомобиля. Как я и говорил, живу я за городом, езжу много, поэтому как бы один автомобиль это мало. Всегда надо иметь хотя бы два. Ребята, вот два автомобиля повседневных, и этот автомобиль, как я и говорил, как танк. Он точечного удара, точечного назначения. Этот автомобиль, друзья, я сейчас хочу на нем проехать 3-4 тысячи в стоке, ничего не меняя. Ни масла, ни в раздатке, ни в мостах. Вот как она продается в салоне. Что мы получили, знаете, что маемо, то маемо, как я говорил. Я сниму тест-драйв автомобиля в стоке. Я сниму этот каждый автомобиль на трассе, отдельно от тест-драйва. Я говорю, мы сейчас начинаем. Негодовалый тест-драйв. Я не знаю, когда я какую-то из этих машин, с какой из этих машин, когда я решу попрощаться. Кстати, вы об этом тоже узнаете в первую очередь, после меня. Они могут быть, может быть, какую-то я машину продам через год, может быть, я их буду продавать через 3-4 года. Не знаю. Но вы будете следить за судьбой этих автомобилей, потому что все-таки наш производитель всегда спорный. Дальше вернемся к Lada Niva. Lada Niva у нас будет устраняться все ее дефекты. Будем убирать шумы, будем ее тюнинговать. Ребята, будем прокачивать эту тачку, чтобы сделать из нее более-менее достойный автомобиль. Более-менее достойный автомобиль для 21 века. Поэтому этот проект, я думаю, будет вам интересен. И главное, что он мне интересен. Понимаете, я вот именно решил заморочиться с этим делом и сделать автомобиль для плохой погоды. Все-таки скоро зима. Автомобиль для выездов на охоту, рыбалку на природу. Понятно, что каждый день такой автомобиль не эксплуатируется. По крайней мере, у городских жителей. Но для жителей периферии у нас же хорошие дороги только в больших городах и по центральным автострадам. Сверните в сторону, дорог нет, сервисов нет. Поэтому, например, взять там глубинку Сумской, Черниговской, Львовской области. Ребят, этот автомобиль просто незаменим. Потому что кроме инжектора, например, все остальное, вы можете сделать своими руками в гараже. Плюс доступность его по цене. И, как я уже говорил, все-таки оспаривать проходимость Лады Нивы, ну, я считаю, это надо быть таким очень упертым человеком, так мягко скажем. Поэтому этот автомобиль не то, что имеет право на жизнь. Он нужен просто, необходим в нашей стране. Писали в комментариях, надо было купить УАЗик. Увы, официально УАЗики в Украине не продаются. Так же, как и не продается классическая Нива. Нива Ледженд. Вот я бы, наверное, предпочел бы покупки Тревела, наверное, все-таки классической Ниве в исполнении Урбан. Но, увы, официальных у нас этих автомобилей в нашей стране нет. Поэтому выбора нет. То, что вам дали, тому и радуетесь. Ларгус, это еще и семейный автомобиль Веста. Веста, это Веста, друзья. Вы знаете, вот Веста, мне кажется, она подходит практически на любой случай жизни. Поэтому, друзья, все эти три автомобиля имеют право на жизнь в нашей стране. Корни этих автомобилей, заметьте, кстати, как интересно играет судьба. В 1966 году Советский Союз поженился с итальянским Фиатом. Хотя рассматривалась компания Рено. И автомобили Рено были приоритетнее. Но сыграл политический фактор. Все-таки коммунистическая партия в Италии была тогда сильна. И Советский Союз, это социалистический стройка. И все мы стремились к коммунизму. Поэтому было решение приобрести завод со снасткой, лицензию на три автомобиля на базе Фиата 124. Именно у итальянцев. Рено отложили в сторону. Но спустя десятилетия Рено все-таки взяло свое. И сейчас концерн Рено-Ниссан-Лада. Это большой мировой производитель. И я считаю, что это очень хорошо. Что-то очень многие писали, это Рено. Да какая разница, что. Это Фиат. Перелицовано, но Фиат. 500 изменений в автомобиле. В Ларгуса, в первого, вложили тоже кучу изменений. Начиная от салона. И это я вам говорю авторитетно. Потому что я был владельцем Рено Логан МСВ с нуля, с 2012 года. Продали только года полтора назад его. Машина, кстати, верой, правда, служила. Но первый Ларгус и Рено Логан МСВ, это да. Много отличий не видно. Они, например, в тех же самых измененных тормозах, в салоне и т.д. На первый взгляд, вроде бы одно и то же. Но нет, не одно и то же. Все-таки конструкторы автоваза влазят своими пятачками в эти автомобили французские. Что-то меняют. Лада Ларгус 2, это вообще дельный разговор. Я думаю, что получится интересный тест-драйв. Дайте мне только время познакомиться с этим автомобильчиком. И тоже проехать хотя бы тысячи три-четыре на нем. Чтобы я мог объективно вам все про них рассказать. Поэтому, ребят, кто бы что ни говорил. Вот тут правильно написал один из наших зрителей. Ну, выбор автомобиля, это лично ваше дело. Да, это я полностью с этим согласен. Любой выбор каждого человека, это лично его дело. Вы знаете, я пока не пожалел. Пожалею ли я в будущем? Может быть, эти автомобили через год начнут разваливаться и генить. Покажет время. И тогда я признаю свои ошибки. Да, ребят, я был неправ. Но на данном этапе я поверил автовазу и поверил автозазу. Друзья, надеюсь, что два этих наших родных производителя меня просто не подведут. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Как живут эти автомобили в нашем гараже кузницы тест-драйва. Как они эксплуатируются. И даю клятвенное слово. Тут тоже писали в комментариях, что вот вы с советского автопрома перешли на российский. Ребята, это реальность жизни. На этих автомобилях мы передвигаемся каждый день. Никто про советский автопром забывать не собирается. Как и были ретро-автомобили, так и будут. И, конечно же, больше уклон будет на наши любимые, родные, старые, добрые автомобили. Такие, как вот этот вот ВАЗ-2101, которому через два года, ребят, исполнится 50 лет. 50 лет! Дай бог, чтобы я в 50 лет выглядел, как эта тачка. До новых встреч. Пока! Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, дехтовой транспорт. Ребята, это кайф! Субтитры подогнал «Симон»!